Подбираются политики и к решению проблемы евроблях. Обсуждают даже сколько придется заплатить за легализацию машин. Какую цену предлагают чиновники и на что согласны сами владельцы машин с евро номерами. Разбиралась Елена Зорина. Среди таксистов и рядовых автомобилистов, литовцы, поляки и чехи в Украине повсюду. Я работаю в Чехии и мне так подходят. Она дешевше. Кто-то, как Игорь, выезжает каждые пять дней, выстаивая очереди на границе. Ну, не совсем сручный, но закон я закон. Кто-то правдами и неправдами получает разрешение ездить в Украине на год. В схеме доверенности, заграничные компании или граждане-иностранцы. В частями рублях происходит где-то процентов 15 аварий в Киеве. В принципе, сколько их ездят по Киеву процентов, примерно столько аварий происходит. Ежедневно рассказывает автоэксперт Влад Антонов, а полиция подтверждает, в столице регистрируются аварии с участием евробляхеров. Отправляемся в авторейд. И вот первый случай. Литовский Мерседес въехал в патрульный Рено. Я перестраивался с одного ряда в другой. Загорелся красный. Машина эта остановилась, а я как раз смотрел направо. Уступят мне дорогу или не уступят? Ну, просто калый, поперся. Кто заплатит за ремонт вот этого Хюндая, а за одной Лексуса, пока не ясно. В две припаркованные машины въехал польский нерезидент. Из машины выползло шесть тел, ну как, шесть человек. Два из них были пьяные, это было видно. Один из них был за рулем. Варвара и второй пострадавший автовладелец теперь ожидают суда. Но покроет ли ущерб виновник – большой вопрос. У них доверенность, владелец в Польше. У этого водителя не было права, он уже был лишен прав за вождение в нетрезвом состоянии. Есть страховка и хотя бы какие-то документы – большое везение. Водители часто скрываются с места, когда ситуация серьезная, когда речь идет о пострадавших, о большом ущербе. В случае с евро-номерами очень трудно установить, кто был за рулем. Да и наказать за езду на автомобиле без растаможки, говорят юристы, почти невозможно. Когда полицейский берет в руки техпаспорт, видит, что особа в него вписана, но фактически проверить, когда автомобиль заехал на территорию Украины, он не может. Изменить эту ситуацию в очередной раз решили в парламенте. Предлагают ввести акциз для автомобилей с иностранной регистрации и драконовские штрафы. В любом случае сумма размытывания будет сягать где-то 2 500-3 000 евро. Загальную сумму мы сделали за все годы существования Украины, наибольшую либеральную ставку. Для каждого авто свой тариф. Чем новее, тем дешевле. Формула простая базовая ставка 50 евро для бензиновых и 75 для дизельных машин. Эту сумму нужно умножить на объем двигателя и возраст авто. Выходит, что поставить на учет пятилетний бензиновый Mercedes-Benz можно будет за 500 евро. А вот растаможка 20-летнего дизельного Volkswagen Passat почти с таким же объемом двигателя обойдется в 2850 евро. За езду на машине с просроченным сроком транзита предусмотрен штраф до 170 тысяч гривен с лишением прав. В организации, которая занимается защитой прав евробляхеров, говорят, растамаживать машины владельцы готовы. Но с цифрами не согласны. Акцизы на старые иномарки порой вдвое выше, чем стоимость самих машин. Сейчас в Украине приблизительно 3 миллиона автомобилей. Если эти 3 миллиона заплатят по те же 500 евро, вы просто порахуйте, что только 15 миллионов евро прийдет до бюджета Украины. Не нужно нам делать пельги. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы это было удобно и полезно для каждого украинца. Помимо удобства, это еще и хорошо отложенный бизнес. Купить евробляху можно даже не выезжая за пределы Украины. Дорогой внедорожник, шикарный кабриолет или просто рабочая лошадка. Что закажете? Оформление вопрос максимум на час. А краина Киева именно здесь, рядом с овощными лотками, рынок по продаже автомобилей с европейской регистрацией. И купить евробляху, говорят, так же просто, как и помидоры. Были бы деньги. Вот это сейчас мы и проверим. По легенде, ищем машину для папы на дачу. Недорого. А, чтоб все колеса? Ну да. Есть. Старенькие иномарки, в большинстве, говорят, пригнаны из Германии, зарегистрированы в Литве. Вот этот внедорожник, гордость продавцов за него просят 8,5 тысяч евро. Ездить в Украине, уверяют, можно без растаможки. Только ежегодно штраф нужно заплатить. Она будет на таможне на вас. Если вы не выезжаете, по 8 тысяч каждый год. Нам предлагают самый дешевый вариант. Вот этот 19-летний универсал. Наши кондиционеры? За 2 тысячи. За 2 тысячи? Ух ты. А если мы решаемся, то как мы тогда договариваемся, как мы оформляем ее? Прямо здесь. Прямо здесь? Да. Смотрите, документы прямо здесь. Эх паспорт. Их осмотру на 2 года. Вот оттуда дается генеральный удовольствие. Ага. Вот месяц, пять, пять, восемь. Просто здесь пишешь. Дамы вашего отца. Ага. Вас можно. Ага. Любовника можно. Ага. И крюс менять. За доплату обещают машину растаможить. Через 2 месяца я пишу вот это на вас. И плюс вот фотографирую. Паспорт. А сколько это обойдется растаможкой? 250. 250 долларов. Этим занимаются фирмы, организованные группировки, которые имеют крышу на таможне, имеют крышу в правоохранительных органах, имеют депутатскую крышу. Это огромные деньги. Миллиард евро ежегодно наличкой переходят в карманы вот этих евроблях и бизнесменов. Откажутся ли от этого лакомого куска те, кто привык к стабильному заработку, вопрос. Ведь если ведут доступные акцизы для евроблях с бизнесом, дельцам придется распрощаться. Да и что делать с теми машинами, которые уже рассекают по украинским дорогам? Штрафы и запреты, говорят, эксперты, могут породить новые коррупционные схемы. Элементарный автомобиль фактически фиктивно сдать в ремонт, получить какую-то справку, что автомобиль в ремонте. Если вас остановили, вы можете сказать, я еду на СТО, чиниться. Для тех машин, которые сегодня на территории Украины, нужно предложить простой механизм заплатить деньги в государственный бюджет и зарегистрировать в МВС. В парламенте с судьбой евробляхеров медлят. Законопроекты хоть и появились, но на этой неделе их даже не смогли включить в повестку дня. И пока литовцы и поляки спокойно колесят по украинским дорогам. Елена Зорина, Марина Коваль, Мария Анна Бурякова, Иван Ермаков и Валентин Белич. Подробности недели телеканал Интер.